Всем добрый день, друзья. Собственно, зовут меня Юлия Магась. Я буду сегодня вам рассказывать про продвижение в соцсетях, про Инстаграм. Меня уже немножечко анонсировали, да, вообще, собственно, зачем бизнесу нужны подписчики, если бизнесу нужны клиенты. Об этом мы поговорим. Занимаюсь я, собственно, SMM достаточно давно. Являюсь PR-директором платформы по работе с блогерами EpicStars и также основателем собственного агентства MozSMM, в рамках которого мы больше занимаемся контентом и таргетингом. Вкратце хотелось бы тоже с вами познакомиться. Я так понимаю, большинство здесь, наверное, это интернет-магазины, какой-то ритейл, может быть, какой-то разный бизнес. Хотелось бы узнать, у кого уже есть Инстаграм-аккаунты и кто свой бизнес продвигает в Инстаграм. То есть, в принципе, не все. Окей, хорошо. Кто вообще, может быть, имел еще опыт работы с блогерами, с лидерами мнений в разном варианте? В принципе, те же самые половина тех же, кто продвигает Инстаграм. Окей, ну, значит, тогда, я думаю, вам точно будет интересно и полезно, особенно если вы еще не в Инстаграм и не в соцсетях. На самом деле, это действительно канал будущего, и им пренебрегать не стоит, потому что огромное количество людей находится, в том числе, в Инстаграм. Мы сегодня, кстати, тоже поговорим об этом, вообще, кто есть аудитория, с чего начать, какие основные шаги важные нужно пройти, прежде чем заниматься продвижением. Также же смотрим инструменты и, конечно же, ключевые ошибки, которые допускать не стоит. Собственно, аудитория Инстаграм. Очень всем рекомендую сайт компании Brand Analytics. Я думаю, многие знакомы с этим сервисом. Ребята сейчас в онлайн таком режиме ежемесячно обновляют данные по всем популярным соцсетям. Это ВКонтакте, это Facebook, это Twitter и, в том числе, Инстаграм. Относительно аудитории и количества активных авторов. Ну, есть как бы небольшой недочет в этой всей истории, потому что считать они могут только тех людей, кто создавал какие-то публичные сообщения в течение 30 календарных дней. То есть, по сути, здесь у нас статистика по активным пользователям. То есть, кто как-то живет какой-то жизнью в самой соцсети. Так вот, таких прекрасных людей у нас в России, статистика именно по России, больше 27 миллионов. Можете себе представить, сколько активных людей, которые достаточно большое количество времени проводят внутри этой соцсети. Ну, по гендерному признаку понятно, что преобладают женщины. В этом плане бренд-аналитикс единственная, наверное, площадка, которая выделяет девушек синим цветом. Видимо, чтобы они не обижались. Ну, как-то, чтобы не было каких-то гендерных стереотипов. Вот, поэтому не обращайте внимания на цвета. Девушек здесь все-таки больше. Собственно, мы поговорим о самых таких важных моментах, так как времени всего 30 минут, и все рассказать про Инстаграм будет довольно сложно. Но хотелось бы остановить внимание на самых-самых острых таких точечных нюансах, точечных моментах. Первое, конечно, с чего мы начинаем свое присутствие в любой социальной платформе, социальной сети, это создание своего профиля и своего аккаунта. И то, что я часто вижу у своих клиентов, у тех, кто приходит на консалтинг, или тех, кто приходит обучаться, это, конечно, то, что почему-то так вот сложилось, что как-то все хотят сделать красивый, качественный сайт. Многие вкладываются в разные инструменты рекламы, но почему-то к Инстаграму, как к социальной сети, относятся довольно несерьезно. Ну, типа там котиков постят, какие-то смешные видео, что-то там девчачье, ну и, в принципе, зачем заморачиваться. Так вот, это очень плохо, и, соответственно, те, кто так несерьезно подходят к этому делу, они, как правило, теряют органически своих клиентов, которые просто бесплатно могут вас находить в поиске, потому что люди реально ищут в поиске разные товары, услуги, и нужно этим пользоваться. Первое, что самое важное, на что стоит обратить внимание, когда вы создаете свой аккаунт и свой профиль, ну, безусловно, понятно, что там на аватарке мы размещаем логотип, никнейм мы делаем довольно емким и коротким, чтобы он желательно отражал название вашего бренда, но самое важное находится вот в этих замечательных выделенных квадратиках. Это имя аккаунта, имя профиля, и это единственная строка, которая содержит ключевые слова и участвует в поиске самого Инстаграма. То есть все, что вы напишите дальше в описании, никто не узнает. Если вы изначально неправильно оформили вот это имя профиля, которое выделено жирненьким и выделено у меня в рамочке. Что вот здесь мы видим конкретно? Cut and color в этом случае, который выделен фиолетовым, он поступает абсолютно классно и здорово, потому что он органически получает трафик людей, которые ищут в Инстаграме салон красоты в Москве. То есть люди так и вбивают салон красоты в Москве. Они не ищут конкретный cut and color, десант, персону и прочее. Они ищут конкретно просто какой-нибудь салон красоты. И вот именно эти ключевые слова позволяют им получать органику. Здесь у персоны все несколько грустнее, потому что они ориентируются узко на тех людей, кто будет искать конкретную персону на конкретной Тверской, Ямской. Дай бог, чтобы кто-то знал, как она правильно пишется. Поэтому они очень сильно сужают потенциальный органический охват своей аудитории. Ну и, собственно, дальше. Что касается того же самого описания, ваша задача буквально за три секунды дать понять людям, чем вы занимаетесь. При этом это нужно делать максимально аккуратно и лаконично. И сейчас уже не в тренде вот это вот все изобилие вот этих вот мальчиков, девочек, губок, глазиков и прочего. Но мы же понимаем, что наша целевая аудитория – это не люди, которым 8 лет, и они хотят видеть расшифровку слова «мальчик и девочка» в виде картинки. И всем и так понятно, мужские и женские, не нужно это дублировать. В этом плане здесь все тоже выглядит довольно аккуратно и лаконично. Единственное, телефон я бы все-таки заменила на мобильный, потому что сейчас давайте с вами все согласимся, что все-таки людям уже не нравится звонить на городские номера телефонов. Ну и как-то сотовые операторы на самом деле этому не сильно способствуют. Как-то до сих пор не бесплатные звонки на городские. Поэтому лучше все-таки в соцсетях, там, где человек сидит с мобильного, использовать мобильные номера. И еще классная штука – это очень важная история – использование call-to-action. Все знают, что такое call-to-action, призыв к действию. Он должен быть максимально четким и конкретным, желательно обозначенным каким-то дополнительным символом, который призывает людей нажать на ссылку, которая ниже. Как показала статистика и опрос 100 клиентов одного из наших клиентов, выяснилось, что до тех пор, пока в аккаунте не было вот этого call-to-action со стрелочкой, они тупо не знали, что там есть ссылка на онлайн-запись. То есть, ну, просто люди, которые далеки от темы там диджитал и всего остального, они, блин, не знают, что она там синеньким какая-то строчка выделена, и что-то там написано. Им не приходило в голову нажать и посмотреть, что же там внутри лежит. Поэтому обязательно мы даем call-to-action с четким призывом того, что там ссылка, туда как бы надо нажать, чтобы, ну, можно, конечно, давать какой-то более конкретный призыв, там прям нажми, жми, там переходи и прочее. В этом случае у Cut&Color хорошо реализована сама ссылка. Это ссылка на Таплинк, это отдельный сервис, который позволяет объединять множество разных ссылок на одной страничке. Я сейчас покажу, как это выглядит. Ну, а у персоны, конечно, немножечко зашквар. Ссылка с UTM-меткой не спрятанной. Да, конечно, здорово, что они меряют трафик, непонятно чей, правда, но как бы молодцы, заморочились. Ну, хотя бы сократили бы ее с помощью какого-то базового сокращателя. Так делать, конечно, не очень красиво. Собственно, вот так выглядит Таплинк. Да, это отдельная страница, своего рода мини-лендинг. Сейчас некоторые бренды и некоторые компании создают такие странички вместо лендинга либо сайта, потому что у Таплинка есть огромное количество возможностей. Туда можно прикрутить пиксель Фейсбука, туда можно добавить онлайн-кассу с оплатой, туда можно поставить все метрики, Яндекс, Гугл, в общем, все-все-все. Туда даже можно CRM-ку прикрутить. И, в общем, это действительно очень удобно, потому что мы ограничены в инсте одной ссылкой в этом чудесном нашем описании профиля. А если у нас есть несколько ссылок на мессенджер, на другие группы в соцсетях, на портфолио, на сайт, еще на какие-то ресурсы, на СМИ, допустим, какие-то статьи, где мы публиковались, мы уже не можем это опубликовать. И вот как раз-таки такие мультиссылки, они приходят нам на помощь, потому что на этой странице мы можем указать, по сути, любые кнопочки, которые будут вести на нужные нам урлы. И самое главное, что, по сути, здесь можно даже сделать облегченную версию вашего сайта. То есть если у вас сложный сайт, какой-то с сложной архитектурой и разными там подпунктами и подменю, чтобы людям облегчить использование вашего сайта, вы можете на каждую кнопку вывести ключевые разделы сайта, которые вы бы хотели, чтобы человек посещал. Допустим, там каталог или запись, или что-то подобное. Собственно, такие сервисы есть абсолютно разные. Их на самом деле больше, чем три, которые я здесь привела. Но это просто самые популярные и самые давние. Мой конкретно любимый – это Таплинк. Я сама им пользуюсь. У меня в профиле тоже стоит Таплинк. И это наши партнеры. Поэтому по промокоду джукли, это мой никнейм в Инстаграм, можно получить 10% скидки на любой тариф. Ну, там есть бесплатная версия, но если вы хотите прям вот оплаты, каталоги, форму приема заявок и так далее, и так далее, то это будет платный тариф. Всем рекомендую. Это действительно для Инсты отличное решение. Ну и, собственно, пять ключевых шагов, которые важно также проходить при подготовке к продвижению, о которых большинство забывает. Сейчас очень много офферов на рынке, типа приводим клиентов, там чего-то куда-то, там типа продвинь свой Инстаграм, там 10 тысяч живых подписчиков за тысячу рублей. И все это, конечно, дикий шлаг и очень сильно убивает рынок как таковой, убивает главное понимание у людей, что Инстаграм — это, по сути, только лишь один из каналов маркетинга, и это не может быть какой-то там золотой жилой, волшебной таблеткой. Здесь прежде чем, чтобы какие-то результаты получать, нужно пройти вполне понятные шаги. Да, в первую очередь определиться с продуктом, который вы продвигаете. Кажется, что это очень очевидно, но на моей практике это самое сложное для большинства. То есть реально люди, когда их спрашиваешь, что вы хотите продвигать, они начинают говорить там бренд. Ну в смысле бренд, а в Инстаграме что конкретно ты будешь продвигать? То есть о чем ты будешь писать посты, на что ты будешь вести ссылки. То есть нам очень важно определиться, у нас интернет-магазин, у нас монопродукт какой-то, у нас есть какая-то фокусная группа товаров, которые нам важны. И уже вот с этим мы работаем. Ну конечно же, никуда без целевой аудитории, как в любом маркетинге. Вот я часто слышу аудиторию MG 1865+, Россия. Да, это вот самая тоже частая история. И самое главное, конечно, есть такие бизнесы, ну там Пятерочка, допустим, или Перекресток. У них реально аудитория вся Россия, MG 1865. Но все равно мы ее должны сегментировать и понимать, с кем конкретно мы будем в рамках Инстаграма общаться. Скорее всего, это будут не те, кому 18, потому что они в ТикТоке, и не те, кому 65, потому что они где-то в других местах, там может быть в ЖЖ, или в Одноклассниках, или даже ВКонтакте. И нам нужно понимать, какой оффер и все-таки какой сегмент мы выделяем конкретно в Инсту. Их тоже может быть несколько. Допустим, мы делали там для Сочи парк-отеля сегментацию по аудиториям, и мы четко разбивали на понятные группы и понятные категории. Есть путешественники, есть командировочные, есть те, кто приезжают с детьми на море, есть там лыжники, которые приезжают туда покататься, есть просто пары молодые, и каждому интересно что-то свое. На основе этой целевой аудитории мы дальше работаем над контентом, над инструментами продвижения, правильно находим их в таргете, выбираем для них подходящих блогеров. Естественно, нужно понимать, кто ваши конкуренты, и насколько вообще ниша насыщена и развита конкретно в данной площадке, в данной соцсети. Все конкуренты, на мой взгляд, это самое отличное поле для инсайтов и каких-то отличных идей, потому что, ну, редко бывают очень крутые конкуренты, да, но если они есть, это вообще супер, а если их нет, то вы четко понимаете, чем вы можете выделиться и какие фишки вы можете сделать, то, чего не делали еще они. Дальше, конечно же, это работа над контентом, и опять-таки на основе вот той самой целевой аудитории мы формируем контентную стратегию, мы формируем количество постов, сколько мы сможем постить, да, то есть здесь нужно оценивать объективно свои ресурсы и возможности, чтобы делать это максимально эффективно. Вы можете решить, что вы готовы постить один раз в два дня, 15 постов в месяц, окей, не страшно. Можете решить, что вы готовы постить раз в три дня, 10 постов в месяц, тоже не критично. Но здесь вопрос регулярности и вопрос того, что вы упакуете в эти, пусть даже 10 постов. Ну и, конечно же, понимание четкого плана, куда вы движетесь, и бюджета. Чаще всего я слышу, мой план это раскрутить свой бренд или что-то там монетизировать, или начать продавать товары, но это не план. Мы все с вами знаем наверняка систему смарт, по которой лучше всего что-то планировать и ставить цели. Поэтому цели у нас должны быть измеримые, достижимые, да, и это самое главное. То есть мы должны четко понимать, что мы хотим определенное количество, допустим, там, подписчиков или определенное количество клиентов. В какой период времени, какие инструменты мы для этого будем использовать и какой бюджет мы под это все готовы потратить. Бюджет это вообще, честно говоря, отдельная боль, потому что почему-то, опять-таки, я знаю таких клиентов, которые могут тратить 300 тысяч в контекст или там 500 тысяч в контекст, при этом они говорят, ну, мы как бы не знаем, сколько оттуда чего приходит, а когда речь встает о том, что нужно бы там тысяч 100 выделить на инсту, чтобы распределить это между таргетом и сделать несколько, там, пару интеграций у блогеров, 100 тысяч это что-то очень много, при том, что это все реально можно посчитать и измерить, что мы от этого получим. Вот, поэтому не совершайте таких ошибок, да, но об ошибках мы тоже дальше поговорим. Ну и, собственно, переходим к инструментам, к тем инструментам, которые можно и нужно использовать для продвижения в инсте. На данный момент есть, конечно, ряд и бесплатных, в том числе, инструментов, ну и, конечно, фавориты — это платные, да, платные инструменты продвижения. Сейчас каждый из них разберем подробнее. Здесь у нас все от хэштегов до рекламы у блогеров. Хэштеги. Очень такая спорная тема. Некоторые инстагуру почему-то говорят, что это уже не работает, это не очень эффективно. Мне не очень понятно, почему они так говорят, потому что, по сути, хэштеги — это единственный и основной инструмент поиска в Инстаграм. Вот кроме вот этого имени профиля, о котором я говорила на самом первом слайде. Вот хэштеги — это, по сути, второй главный, наверное, инструмент, который позволяет находить любой контент. То есть если женщина хочет там, не знаю, норковую шубу купить в Москве, она будет реально вбивать хэштег, там, шуба из норки или норковая шуба и смотреть фотографии. Или если она хочет сделать маникюр, она будет выбирать там хэштег с названием лака или гель-лака и по нему смотреть работу и искать себе дизайн подходящий. Ну, то есть так это действительно работает. Поэтому наша задача подбирать максимально релевантные хэштеги для нашего бизнеса, чтобы получать, опять-таки, бесплатный горячий трафик заинтересованных клиентов. То есть здесь мы уже не просто там делаем контент и показываем свои посты, а мы, по сути, ориентируемся на то, что человек что-то ищет, он вобьет этот хэштег, мы этот хэштег использовали, он увидит в списке выпавших ему публикаций нашу, она привлечет его внимание, он перейдет к нам в профиль и станет, возможно, либо нашим подписчиком, либо, как следствие, нашим клиентам. Поэтому хэштеги нужно и можно использовать, главное делать это правильно. Кстати, там у меня в конце тоже будет подарок, естественно, но я сейчас вспомнила, что у нас есть классный документ про хэштеги. Это такой наш внутренний регламент в агентстве по созданию и подбору хэштегов. Его я тоже бонусом плюсану к подарку. Там 29 страниц в PDF формате, чтобы вы понимали, что хэштеги — это не про котиков, это реально серьезный математический алгоритм, как это искать, как это считать и как их выбирать. Главное — понимать, какими ключевыми словами ищут ваши товары и услуги ваша целевая аудитория. Это самое основное. То есть если вы будете четко понимать, что какие к вашему бизнесу и к вашему продукту относятся ключевые слова, то вы наверняка сможете подобрать максимально релевантные варианты. И из таких важных поинтов, что стоит опять-таки заметить, что не стоит, конечно же, использовать хэштеги типа «Россия», «Москва», «Любовь», «Улыбки» и прочее, потому что они имеют под собой миллионы и миллиарды публикаций, и, естественно, они не дадут вам результат. Мы, как правило, используем низко- и среднечастотные хэштеги. Это хэштеги до тысячи упоминаний и хэштеги до 50 тысяч упоминаний. Это самые крутые теги, которые позволяют получать дополнительный охват, выходить в топ, ну и, в принципе, вообще получать все прелести и радости жизни. Ну и самое важное, конечно, что хэштеги не нужно использовать в тексте. Когда вы просто пишите текст, такие пишите, пишите. Сегодня я была на хэштег-конференции. Вот так делать не надо. Во-первых, потому что это бесит, особенно когда таких много. И во-вторых, потому что когда человек видит вот этот кликабельный хэштег в тексте, у него ручки чешутся нажать на него. А когда он нажмет на него, он перейдет в тысячи других публикаций с хэштегом конференция и уйдет из вашего профиля. Поэтому мы хэштеги используем исключительно как технический инструмент для поиска и добавляем их в первый комментарий под фотографии, чтобы они никого не отвлекали, никого не напрягали и, собственно, выполняли свою функцию, свою роль. Следующий инструмент — это масс-лукинг. Раньше еще были масс-фолловинг, масс-лайкинг, но сейчас они отошли на задний план, на задний фон, потому что есть определенные алгоритмы в самой соцсети, которые мешают этими инструментами пользоваться, да, то есть есть определенные ограничения. Но появился масс-лукинг — это массовый просмотр сторис от лица вашего аккаунта. Я, честно скажу, долго в это сама не верила и даже не включала это в свою презентацию до тех пор, пока ради прикола не попробовала это на своем аккаунте. У меня есть мой аккаунт, где я рассказываю про Инстаграм, про всякие там штуки, про рекламу, про таргет. И запустила я чудесный масс-лайкинг за 590 рублей в месяц. Это отличное удовольствие. Выбрала там, напарсила себе целевой аудитории по там конкурентам, по тематикам, по хэштегам определенным. И, собственно, запустился автоматический процесс. То есть я как бы автоматически просматривала сторис других людей. Ну, они-то об этом не знают. И, собственно, все было ничего. Я думала, ну, все-таки это ерунда какая-то. Это, ну, как повышалось вроде посещение профиля, даже были какие-то подписки. Но все это было незначительно. И как-то, ну, непонятно, типа, какой в этом смысл, как это померить. Но потом однажды мне приходит сообщение в директ. Здравствуйте, меня зовут там Алина. Я там представитель каких-то там брендов, чего-то куда-то. Увидела вас у себя в сторис. Масслукинг работает. То есть человек понимает, что это масслукинг. Нам как раз сейчас нужен СММ. И мы вот в поисках подрядчика могли бы вы нам что-то предложить. В итоге мы сначала сделали, ну, у нас была сначала консультация платная, потом у нас была стратегия платная. И потом мы подписали два проекта на нормальные деньги, да, полностью под ключ. Я думаю, ну, наверное, это случайно. Ну, хорошо, работаем дальше. Примерно еще через две недели мне пишет еще прекрасная девушка Ольга, которая является бренд-менеджером шубного бренда одного. И говорит, мы, вот нас заинтересовал ваш профиль, мы бы хотели пообщаться. У меня тогда был период прям конференции, вебинары, я думаю, ну, 100% это откуда-то человек с мероприятия. Мы уже созваниваемся по скайпу, уже мы выслали им КП, уже вот, по сути, вот на финале все подписать. Я говорю, кстати, Ольга, расскажите, откуда вы меня узнали? А знаете, я, говорит, мониторила тех, кто смотрит наши сторис, и просто увидела у вас на аватарке такая фотография приятная, там вот написано СММ, маркетинг. Я зашла в профиль, вы так хорошо пишете, и я вот вам написала в директ. И я понимаю, что, блин, люди, у которых есть деньги, которые, в принципе, ищут и нуждаются в этих услугах, они обращают на это внимание. Естественно, я не стала никого из них расстраивать и говорить о том, что это не я смотрела ваши сторис, это делал бот. Поэтому, если бы я на себе это не протестила, я бы, наверное, не советовала, но могу сказать, что однозначно, особенно если у вас блог содержит какую-то персонализацию, то есть оно не просто там, знаете, какие-нибудь канализационные люки, там просто мы вот продаем, или там электрощитовое оборудование. Если у вас есть какой-то человек внутри блога, то есть какое-то такое аккуратное, симпатичное ведение, то эта история может конвертить. Вот, собственно, программы, которые для этого подходят. Я пользуюсь Зевсом, вот 590 рублей в месяц стоит один аккаунт. Вот, поэтому такая вот душесчипательная история. Автоприветствие. Тоже классная штука, которую нельзя игнорировать, потому что это возможность проконтактировать вживую с человеком, ну, скажем так, в горячую, даже не вживую, а в горячую. Когда вот вы только-только человек на вас подписался, вы ему даете сразу какой-то оффер, присылаете ему какое-то сообщение. Важно, чтобы это не было просто там, здравствуйте, спасибо, что на вас подписались, да, все-таки давайте сразу какую-то конкретику, там, для вас действует скидка, для вас спеццена. И люди, многие на это действительно отвечают, они говорят, спасибо, там, я подумаю, или ой, спасибо, очень приятно. То есть, опять-таки, большинство людей, обычных пользователей, они не знают, что это автоматическое приветствие. И они думают, что вы к ним обращаетесь лично, вот здорово, до них снизошел там магазин, бренд, ресторан, или кто-то еще, чтобы с ними пообщаться. Стоит это удовольствие там от 190 до 590 рублей в месяц, тоже не очень космические деньги. Сервисы, скаут, лидфид, айдирект, ну, я пользуюсь лидфидом. Вот, в принципе, тоже из таких рекомендаций это нужно использовать. Это просто один раз настроил, и оно автоматически работает. Конкурсы тоже история хорошая, но конкурсы не в формате GiveEvF, о них мы как раз дальше чуть поговорим, на следующем слайде. Конкурсы — это когда вы в своем аккаунте для своей аудитории разыгрываете какие-то подарки, призы и какие-то бонусы с целью того, чтобы увеличить количество подписчиков. Да, вы можете этот конкурс дополнительно продвигать. В конкурсе обязательным условием является подписка и отметка еще друзей, чтобы они тоже увидели, чтобы вы увеличили охват всего этого конкурсного поста. И, собственно, это эффективный инструмент именно для привлечения подписчиков, но в меньшей степени для привлечения клиентов. Мы все сейчас рассматриваем с точки зрения что для подписчиков, а что для клиентов. Вот, допустим, автоприветствия могут конвертить клиентов. Да, реально, потому что вы даете оффер, человек, да, хорошо, я воспользуюсь там скидкой или каким-то промокодом, каким-то бонусом. Конкурсы — это для движухи какой-то, навести движ. Из особенностей то, что, конечно, лучше дарить что-то связанное с вашим брендом, то есть вашу продукцию, сертификаты на вашу продукцию. Хуже всего работают конкурсы типа айфоны, там какие-то макбуки, айрподсы и прочее, потому что на эту историю налетает огромное количество всяких призоловов и халявщиков. Вот, о боже, как далеко убежало все. И, собственно, гивы. Гивы — это история про вот эти массовые конкурсы, когда объединяется куча-куча людей, там 100 человек платят Бузовой или кому-нибудь еще, чтобы она там прорекламировала конкурс, где будут разыгрываться какие-то там автомобили или что-то в этом духе. И куча людей бегут толпами подписываться на всех 100 спонсоров подряд в надежде выиграть этот чудесный автомобиль. Но это реально дичь, жесть и полное убийство вашего аккаунта, поэтому гивами пользоваться не нужно. Они работали года два назад, месяца два. Сейчас они не работают и они неэффективны. Они реально просаживают статистику. Если вы заходите в гивы, то вы должны из этих гивов не вылазить просто, потому что у вас подписалось 10 тысяч человек, 8 тысяч отписалось. Инстаграм видит, что от вас отписалась куча людей и думает, что у вас аккаунт ужасный, стремный и нехороший. Поэтому гивами пользоваться не нужно. Есть и риск попасть в бан и вообще просто слить свои деньги, а результата по факту не получить. Плюс вы не получите здесь клиентов или целевую аудиторию. Это люди, халявщики, недалекие, которые вряд ли являются вашими потенциальными клиентами. Ну и, собственно, два последних моих любимых самых инструмента. Конечно же, это платные инструменты, это таргетинг и блогеры. И здесь, конечно, я могу сказать одно, что самым ключевым инструментом для привлечения именно клиентов, не подписчиков, является таргетинг. То есть таргетинг – это реально самый эффективный инструмент в инсте, который имеет действительно хорошую, высокую эффективность и пока низкую конкуренцию. При этом, работая с таргетом, мы получаем достаточно высокий ROI, опять-таки в связи тоже с тем, что низкая конкуренция, достаточно большой простор для творчества и большой простор для выбора и поиска целевой аудитории, потому что есть алгоритмы соцсетей, которые нам ее, собственно, находят. Выглядит на самом деле все просто. То есть когда мы начинаем работать с каким-то проектом, то мы считаем абсолютно простую базовую воронку продаж. То есть мы понимаем, какой у нас средний чек, сколько вообще стоит товар или услуга. Мы понимаем маржинальность, сколько маржа у клиента. И мы понимаем, сколько мы должны привлечь трафика. У нас есть средние цифры в зависимости от ниши показателей. Средние цифры за клик, то есть за трафик на сайт. Средние цифры конверсии, то есть сколько примерно конвертится из кликов в лиды, из лидов в продажи. Опять-таки на вторую конверсию так или иначе в том числе влияет сам клиент, потому что все зависит от того, есть у него отдел продаж, нет, и от разных нюансов. Но мы делаем хотя бы просто такой базовый прогноз, просто на пальцах, где мы четко понимаем, что для того, чтобы нам привезти, допустим, 20 клиентов при минимальных показателях конверсии, там нужно потратить 100 тысяч рублей. То есть у нас один клиент, нам обходится в 10 тысяч, потому что у нас есть еще вложенные затраты услуги самого агентства, то есть это в общую сумму самих затрат. При среднем чеке 100 тысяч, маржинальности 40%, прибыль составляет 800 тысяч, и того роя 300%. Ну то есть все прям, вот я максимально круглые цифры взяла, причем это близкие цифры к некоторым нашим клиентам, абсолютно все понятно и прозрачно. Когда так раскладываешь, в целом всем становится понятно, что таргет, наверное, нормальная штука. Ну и это так действительно работает. Более примитивным вариантом, конечно же, является еще и настройка таргетинга через само приложение. Ну она просто есть, но честно говоря, я мало кому советую. У вас под фотографией появляется кнопка продвигать, вы настраиваете аудиторию, там просто так на пальцах, там типа интерес какой-то, добавляете гео, пол, возраст и бюджет. Все, больше у вас как бы и срок действия компании, больше никаких настроек. Мы, конечно же, всегда настраиваем рекламу полноценно через сам Facebook, через рекламный кабинет, потому что здесь намного больше возможностей, то есть здесь намного больше настроек, намного больше возможностей найти свою ЦА, да, потому что мы более детально ее настраиваем, можем сужать ее, можем настраивать ретаргетинг, делать look-alike на аудитории, то есть похожих людей, которые либо у вас покупали, либо посещали ваш профиль, либо взаимодействовали с вашими публикациями. Мы можем взять вашу базу, загрузить ее в Facebook и найти людей, похожих на тех клиентов, которые уже у вас существуют. Мы можем отдельно выбирать разные плейсменты, ленты, сториз, там Facebook, Instagram. Ну и самое, конечно, главное, что если мы продвигаем что-то через саму инсту, то мы сначала публикуем пост, а потом нажимаем продвигать. Здесь мы делаем 50, 70, 100 креативов различных объявлений, там под квадратик, там под вертикальный формат, под сториз, и никуда их не публикуя, создаем отдельную рекламную кампанию. Ну и, собственно, из таких как бы рекомендаций, советов, чек-листа по настройке рекламы, это вопрос сегментации обязательно, то есть не нужно делать очень широкую аудиторию 1865+, да, мы делаем на более узкие сегменты. Никогда не ставим 65+, потому что будем таргетироваться на школьники, которые по приколу поставили там 1900 год рождения, и мы им будем показывать рекламу. Всегда отделяем гео Москву и регионы, потому что Москва самая дорогая, самая конкурентная, и нет смысла платить по ставкам Москвы. Интересов выбираем в одном объявлении не больше трех-пяти штук, выбираем отдельно плейсменты, то есть не крутим одно объявление и в ленте, и в сториз, потому что будет некорректный формат, и бюджет выбираем на весь срок действия, а не на день, потому что так Facebook сможет максимально оптимизировать нашу рекламную кампанию. И, собственно, картинки вот такие, надо какие-то делать симпатичные, привлекающие внимание, чтобы так или иначе пробивать баннерную слепоту. Это очень важно, потому что люди сейчас уже привыкли к классической рекламе. Буквально вообще я понимаю, что осталась одна минутка, наверное, коротко финальным блогерами. Есть еще один инструмент платной рекламы, помимо таргета, это блогеры. Работать с ними можно разными способами. Если у вас есть бюджет, можно идти в агентство. Если у вас есть бюджет, но не такой большой, можно работать через биржи. Если вы делаете все напрямую, самостоятельно, руками, то можно искать их через каталоги, либо напрямую. По размерам блогеров. Самые маленькие нано- и микроблогеры, это сегмент от 1000 до 50 тысяч подписчиков, подходят начинающим брендам-бизнесам и каким-то определенным нишевым тематикам. Блогеры от 50 тысяч подписчиков до миллиона и прочего. Это уже история про крупные бизнесы и имиджевые проекты. Там, где цели не стоят. То есть разделим условно так. Вот здесь, если вы хотите продажи и какие-то целевые действия, вот здесь, если вам нужен охват и какая-то узнаваемость, такая имиджевая история. По цене вилка цен – это 1000-3000 рублей за каждые 10 тысяч подписчиков блогера. По форматам, самым популярным форматом является обзор. Самый мой любимый формат – это сторис, потому что, во-первых, сторис стоит дешевле, плюс сторис мы можем дать ссылку, плюс это более такой нативный и популярный сейчас формат. Это биржи блогеров, где можно найти блогеров. Это топ-5 российского рынка. Это EpicStars, Delvey, LabelUp, GetBlogger, InSensePro. Это основные площадки. Здесь также следующий слайд – это ссылки на каталоги в Telegram, где можно находить блогеров. Тоже разные варианты либо оптом, либо просто давать запросы, либо найти отзывы, хорошие и плохие на блогеров. И, конечно же, обязательно проверяем блогеров на накрутке. Тоже уже на этом не останавливаемся, можете сфотографировать. Оцениваем количество, качество комментариев, количество лайков, количество просмотров на видео, все эти важные нюансы и моменты. И используем обязательно специальные сервисы и программы, которые позволяют нам проверять это автоматизированное. Это LiveDune, EpicDetect, Picolitics. Вот они, собственно, здесь три слайда дальше подряд, которые их показывают. LiveDune – это самый must-have обязательно. Ну и, в принципе, как прозапас можно использовать EpicDetect и Picolitics. И, собственно, все, конечно же, результаты размещения обязательно фиксируйте в таблицу, чтобы это было наглядно и понятно, какой был блогер, когда было размещение, какие результаты вы получили. И следующие слайды – это буквально сфоткать полезные приложения, которые можно использовать для работы в Инстаграм. Эти приложения для планирования контента, чтобы красиво ленту можно было составить и оформить, чтобы фотки друг с другом сочетались. Это приложение для автопостинга. Мы выбираем PostMyPost, потому что у него есть возможность командной работы. Это максимально удобно. Это инструменты для создания контента, для работы с фотографиями, с видео и со сториз. В сториз – мое любимое эмоджи. Видео – это CuteCut Pro, ну, мой фаворит. И фото – это PixArt. Это, в принципе, такие основные. И анализ контента, анализ конкурентов, анализ себя, анализ блогеров, в том числе – это Popsters. 399 рублей в месяц стоит аналитика. Ошибки ключевые, да, тоже уже сегодня говорила об этом. Отсутствие целей, несерьезный подход, когда мы думаем, что Инстаграм – это про котиков. Отсутствие бюджета, нерегулярный постинг, ну, и как следствие, отсутствие контент-плана. Отсутствие визуальной привлекательности контента, избыток продающих постов, когда мы не даем пользу, а просто предлагаем купить, купить, купить. Ну, и, конечно же, одно из самых важных – это когда мы начинаем распылять усилия при отсутствии бюджета, создаем YouTube, Telegram, Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и не получаем должного результата. Ну, и, естественно, как во всем маркетинге, обязательно анализируем и делаем вывод. Про подарок говорила. У меня немножко другая концепция. У меня больше 5000 подписчиков, поэтому мой к вам призыв – это выложить какое-то фото с сегодняшнего мероприятия в Stories, отметить мой аккаунт в Жукли, и я вышлю вам гайд по работе с Instagram и ту инструкцию по созданию хэштегов, которую обещала. Для удобства также есть инставизитка. Все мои продвинутые и современные ребята. Здесь есть мои все контакты, нас немного, я даже телефон оставила, телефон, почта, Facebook, Instagram, сайт, welcome. И, в принципе, если кому-то понравилась воронка и кому-то понравилась вот эта история с просчетом бюджетов, то также можете написать мне в личку. Я бесплатно сделаю вам либо аудит, если у вас есть уже настроенная компания, либо, собственно, подготовлю для вас, исходя из ваших параметров, по брифу воронку в Target, чтобы вы понимали, насколько это ваш канал. Вот. Я буквально на 5 минут выбилась, даже на 3 я начала позже, на 2 минутки. Все, я все. Да, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ